Музыка Опыт комплексного разностороннего обучения детей в национальной школе-интернате для одаренных детей изучают на международном уровне. Изыскание педагогов из Мариел заинтересовали ученых из разных стран, посетивших республику в рамках проекта Tempus. Педагоги европейских университетов побывали в школе-интернате на экскурсии и узнали, как воспитать талантливого ребенка. Задание на сегодня для учеников отделения изобразительного искусства – натюрморт. Уже завтра у них в расписании будет живопись. Потом настанет черед резьбы, керамики и вышивки. 10-12 часов в неделю на специализированный предмет в национальной школе-интернате для одаренных детей – это норма. Мы познаем риск искусства, орнаменты. Это очень даже интересно. А также есть и другие предметы, например, живопись. С утра мы учимся в обыкновенной школе, а после обеда мы идем на художественные занятия. У учеников хореографического отделения даже на общеобразовательных предметах аккуратно убранные волосы и всегда прямая осанка. В стенах этой школы дети и учатся, и танцуют пятый год подряд. Дети должны развиваться. Развиваться в том направлении, в котором, может быть, у них есть талант, природа дала этот талант. И чтобы не утратить этот талант, эту одаренность, эту способность, мы делаем все и создаем условия, чтобы они нашли себя в жизни. Об учениках этой школы говорят, они все талантливые. Ведь они каждый день наряду с обычными предметами изучают свою будущую специальность. Вдалеке от родителей эти дети намного самостоятельнее всех остальных, потому уже с детства знают, кем будут во взрослой жизни. В школе даже подсчитали, примерно 90% выпускников связывают свою жизнь с музыкой, танцами или живописью. Для профильной школы это очень хорошая статистика. В первую очередь они ищут таланты на селе. Сейчас здесь обучается 260 детей. Из них почти 200 – сельские. Стать учеником этой школы нелегко. Конкурс ежегодно – от двух до шести человек на место. Сама идея развивать творческие способности у детей интересная. У нас нет такого специального вида образования для детей. Талантливых детей должны учить лучшие педагоги. Елизавета Васютина, например, заслуженный работник культуры Мариел. Она и сама выпускница этой школы. Впрочем, славу ей принесли ее же ученики. Более 20 лет она руководит образцовым ансамблем гусляров «Кюсли», который объездил с выступлениями многие города и принимал участие в международных конкурсах. Отовсюду привозили победы. Я думаю, что вашим детям очень повезло. Они большие счастливчики, что они учатся здесь. И могут получить те навыки, которые пригодятся им в дальнейшей жизни. Это может быть их работой и хобби. В Центре искусств особый подход к детям. Педагоги уверены, чтобы раскрыть талант ребенка, нужно обязательно подбадривать его и всегда поддерживать. Результаты комплексного обучения дают свои результаты. За 55-летнюю историю из стен школ вышли более 3000 выпускников. Из них и заслуженные художники России – Иван Ембердов и Василий Ершов. Фаина Короснова – солистка государственного ансамбля «Танцы Морил», дирижер театра оперы и балета Григорий Архипов и не только. Специалисты говорят, мало иметь способности от рождения, важно в каких условиях развивается ребенок. Если его растят неравнодушные родители, учат талантливые педагоги и окружают такие же, как он, увлеченные сверстники, тогда из перспективных умников и умниц вырастают успешные люди.